Всем привет! С вами Евгений Соловьев. Сегодня у нас ролик из серии для тех, кто не в курсе. Кто в курсе, молодцы, напишите, я все знал. Но, как показала практика, такие ролики пользуются большой популярностью. Например, ролик про то, как пользовался кнопками ключа Skoda, или вообще там автомобиля VAG, ссылочку я вам оставлю, набрал почти полмиллиона просмотров. Ну и там очень много позитивной обратной связи. Порядка, по-моему, 7 тысяч лайков. Ну, в общем, короче, продолжаем эту же историю. Сегодня я расскажу про два элемента вашего автомобиля Skoda. Ну и не только Skoda, собственно, я думаю, что большинство автомобилей современных похожим образом устроены. Первое, это ремень безопасности, а точнее я хочу рассказать про его вот это вот крепление на стойке. И второе, это подголовник. И тот, и другой элементы, это, как ни крути, элементы пассивной безопасности, да, и ничего более того. Так вот, когда мы говорим про ремень безопасности, не все знают, я думаю, что многие вообще не заморачиваются на эту тему, даже когда машины в салон забирают, что он двигается по высоте. Да, вот я сейчас покажу, как это делается. Вот здесь есть такая специальная кнопка, вот мы ее зажимаем, и крепление ремня можно сдвигать вверх, вниз и так далее. Зачем это нужно? Потому что когда вы настроили сиденье, у вас же хорошая комплектация, сиденье поднимается, да, пристегнулись ремнем безопасности, и дальше мы смотрим, где ремень проходит. Потому что если я упущу вниз, вот он у меня практически на плечо, то есть такой ремень, естественно, меня не удержит. Если я подниму его вверх, то есть риск того, что меня ремень будет душить просто за шею, да. И, кстати говоря, то же самое у вашего пассажира. Если вы, допустим, высокий человек, а девушка у вас небольшого роста, то не забудьте о ней позаботиться, и точно так же для нее настроить ремень безопасности, чтобы он у вас проходил, не соскакивал с плеча, и не соскакивал на шее, да. То есть это какой-то, ну вот в моем случае практически, я, видимо, среднего роста для Шкоды считаюсь. То есть вот какое-то такое положение. И это очень-очень важно. Кстати, я не знаю, все ли знают, да, но вот в современных Шкодах есть преднадежители ремней безопасности. То есть когда вы его застегиваете, где-то у вас там, скорее всего, свободное место пустое, да, потому что все так халатно к этому относятся. Так вот, если, не дай бог, будут открываться подушки, то сработает специальный пиропатрон, который натянет ремень, выберет всю слабину, ну и если где-то у вас там было, что-то сильно болталось, то может заодно обжечь вам кожу. Поэтому ремень лучше поплотнее, скажем так, к телу прижимать. Кстати, вот Audi очень круто, потому что ремень подтягивает сама. И в этом плане я каждый раз кайфую, когда сажусь в какие-то топовые Audi. Ты трогаешься, начинаешь ехать, и она такая, ремешок подтянула, позаботилась, и мы поехали. Так, но ремень нам больше не нужен, теперь поговорим про подголовник. Подголовник нужен не для того, чтобы вы там ехали, посапывая за рулем, да, и как там расслабившись. Может быть, пассажиру он так и нужен с этой целью, да, может быть, он вам нужен на стоянке, где вы хотите отдохнуть, откинуть сиденье, и действительно там поспать. Но когда вы едете за рулем, подголовник для этих целей вам не только нужен, но еще и вреден и опасен. Потому что, когда вы откидываете голову на подголовник, то это снижает внимание, это проверенный факт. То есть вы едете, расслабляетесь, и высок риск того, что вы заснете, или зазеваетесь, или просто... Для водителя подголовник служит одной единственной цели на ходу, да, обеспечивает пассивную безопасность. Не дай бог в случае какого-то удара, для того, чтобы водитель не сломал шею, нужен подголовник, да, то есть происходит удар головы о непосредственно подголовник. В моем случае для того, чтобы регулировать подголовник, нужно нажать вот здесь вот кнопку, да, и можно его двигать вверх-вниз. В некоторых шкодах здесь нет кнопки, а есть вот такая вот, скажем так, вот это кольцо, оно разделено на сегмент, и есть сегмент, который нужно нажать для того, чтобы подголовник опустить или поднять. И регулировать его нужно, опять же, не с той точки зрения, чтобы удобно спать, а с той точки зрения, чтобы, если не дай бог, вы об него ударились, то у вас там... Он не оказался очень низко, да, и вы там как-то не закинули голову за него, или не оказался слишком высоко, вы там под него не поднырнули. В дорогих навороченных автомобилях также подголовник в случае ДТП, он активный, то есть он сам смещается в сторону головы, что уменьшает амплитуду и, соответственно, делает... Ну, это черный юмор уже, да, ДТП более безопасно, как сказать-то, повышает комфорт, да, ну, в общем, короче говоря, уменьшает вероятность того, что человек повредит себе шею. Ну, вот в простых автомобилях, как мой, например, ничего подобного, к сожалению, нет. Также не забываем позаботиться о вашем пассажире, особенно если пассажир один тот же ездит, например, там, супруга, берем и ее подголовник точно так же настраиваем. Да, но не забываем, что ездит, должно быть удобно на него откидываться, потому что она автомобилем не управляет и может себе это позволить. Кстати, раз уж начали говорить о том, как позаботиться о пассажире, ну, на всякий случай просто упомяну, что если у вас в автомобиле есть поясничный упор, то пассажиры, как правило, не знают о том, что он есть, и им нужно пользоваться. Просто возьмите на максимум его, вытащите, скажем так, выдвиньте, да, у пассажирского сидения, чтобы позаботиться о спине тех людей, которые ездят рядом с вами. Буквально минутку расскажу про спонсора этого выпуска. Это сеть магазинов автозапчастей Юлсан. Юлсан имеет удобный интерфейс, как на компьютере, так и на мобильнике. Вы можете пользоваться приложением, искать запчасти по всей России. Так, это франшиза, то сеть постоянно растет, и если даже в вашем городе, например, еще нет магазина, то вы можете самостоятельно его открыть, благо вход совершенно небольшой, франшиза стоит от 95 тысяч рублей. Для этого нужно зайти на сайт партнер.юлсан.ру, посмотреть, ознакомиться с условиями и принять решение, хотите ли вы заниматься этим бизнесом. На мой взгляд, очень классная идея, стоит недорого. Клиентский поток уже есть, потому что Юлсаном пользуется большое количество людей, и они постоянно развиваются, рекламируются и так далее. Поэтому все, что остается, это открыть небольшое помещение и сделать там пункт выдачи заказа. Я уже показывал это в видео про то, как трансформируется салон Skoda Octavia A7 FL, но на всякий случай еще раз покажу. Если у вас автомобиль именно такой, Skoda Octavia A7, а может быть в других Skoda то же самое, честно говоря, я не проверял, то я покажу вам, как вынимать подголовник. Зачем вам это может быть нужно? Ну, как правило, это нужно, когда вы перевозите какие-то длинномеры, вам нужно трансформировать именно салон. Но, кроме того, не знаю, я обратил внимание, что в кино все машины есть без подголовников, потому что, видимо, так проще снимать водителя и пассажиров. Может быть, вы как раз этим и занимаетесь. Итак, в данном случае у нас водительский подголовник. Для этого нам нужно опустить вот так вот немножечко обивку. И вот здесь вот с края, видите, есть такая вот кнопка. Сначала я поднимаю его до упора, потом нажимаю эту кнопочку и уже имею возможность вытащить. Ну, в данном случае у меня сидение достаточно вертикально стоит, просто упирается в потолок. Но поверьте, что дальше уже остается дело за малым. Я надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен и полезен. С вами был Евгений Соловьев. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok